Следующее, что я купила, это уже было ранее, это были уже покупки необходимые, так скажем. То есть не то, что мне там хотелось просто, а то, что мне было нужно. Ну что вы там, успокоились? Так вот, у меня заканчивается средство для интимной гигиены. Мое от Палмали, которое мне в принципе нравится. Хотела я еще попробовать, да, даф, я видела есть, появились, но в тот момент, когда я пришла за ним в ближайший магазин, было только средство от Лактоцит, которое я тоже давно, в принципе, хотела попробовать. Но оно стоит, конечно, не бюджетно, около 200 рублей стоит. Те средства, которые я пользовалась до этого, стоят значительно дешевле. Ну вот, хотелось мне попробовать, опять же, хотелось. Попробовать от Лактоцит. Значит, это деликатное средство для интимной гигиены, для поддержания естественной микрофлоры и интимной сферы. И входит в состав натуральной молочной кислоты, восстанавливающая молочная сыворотка, которая дарит чувство комфорта и свежести на весь день. Вот такой вот. Они бывают разных видов. Я взяла, там есть даже какая-то пенка, по-моему. Ну, что-то пенка я как-то не рискнула брать, не знаю, может, в следующий раз. А взяла именно обычный гель, вот такой вот. Вот. Он обычный совершенно, как и все гели. Запах у него едва такой, едва уловимый. И по эффекту я им пользовалась тоже пару раз. Он похож на любые средства для интимной гигиены. Не вижу я пока никаких отличий особых от того же Палмалиф, который у меня там заканчивается. Но надо было какой-то новый мне, как обычный. Попробовала. В принципе, не жалею, что попробовала, потому что, в любом случае, когда-нибудь я бы его все равно себе взяла. Довольно приятный. Приятный. Не раздражает никакие там зоны. Отлично все промывает, хорошо смывается. В общем, все супер. Хорошо, что я его взяла. Ну, и теперь, конечно, буду пользоваться с удовольствием. Дальше, что я взяла? В общем, не знаю. Взяла вот такое вот масло репийное. У меня закончились ампулы с маслом от домашних рецептов против выпадения волос, которые я покупала до этого. И мне очень понравилось пользоваться маслом. В ночь, перед тем, как я буду наутро мыть голову, я пользуюсь маслом. То есть, держу масло это всю ночь. Не смываю его там, когда через 20 минут, например, а держу его всю ночь. Вот, и пошла в магазин за маслом для волос, именно укрепляющим каким-то против выпадения. У меня, слава богу, чуть-чуть фу, постучим по дереву. Мой волосопад вроде бы прекратился, но он у меня был с весны. Я думаю, что если бы он у меня продолжился до сих пор, то я уже лысая перед вами сидела бы, это точно. Поэтому, как-то кое-как, но мне, слава богу, удалось как-то перебороть его. Я думаю, что благодаря как раз этим ампулам на домашних рецептах масляным, которые действительно, эффект от них есть. Ну и всем укрепляющим маскам, всяким против выпадения шампунем, в общем, все в целом, я думаю, вас имело эффект. Вот. И я посмотрела, повыбирала, не было ампул этих, я нашла вот такое вот обычное масло, репейник называется, от Флорисан. Тут была коробка, но я что-то не могу ее найти, куда я ее делаю, не знаю. А, ну вот же он, господи. Вот такое вот масло от Флорисан, активное репейное, перечное масло. Содержит масло репейника и жгучего перца, именно против выпадения волос оно идет. От Флорисан. Значит, здесь содержатся активные компоненты репейника и перца, которые внедряются в структуру кожи, укрепляя и питая корни волос. Подходит как раз-таки при умеренном и обильном выпадении волос, а также даже для профилактики его можно использовать. Тут написано, что нужно его наносить за 15-20 минут перед тем, как мыть волосы. Одевать пленку какую-то, укутывать теплое полотенце. Но я его рискнула, первый раз, помню, на ночь это все сделать. Я боялась, что он будет сильно жечь. Но, честно говоря, с Женей я никакого не увидела практически совсем. Ну, было какое-то там поначалу совсем-совсем легкое. Потом и вовсе оно прекратилось. Вчера я его опять наносила. Кстати, волосы. Мне очень нравятся, как выглядят волосы мои сейчас. Действительно, они здоровые, блестящие. И я думаю, что использование масел здесь не на последнем месте, так скажем. Так вот. Значит, масло уже, видите, я пользовалась два раза. Оно, в принципе, конечно, будет расходоваться довольно быстро. Но, в любом случае, оно стоит недорого. У нее довольно приятный, кстати, аромат какой-то парфюмированный, опять же. Хорошо распределяется по волосам. И что мне больше всего понравилось, что он не оставляет жирных пятен на подушке. Потому что вот эти ампулы от домашних рецептов, которые я пользовалась до этого, они, если попадали на подушку, то оставляли желтые пятна. И меня муж за это ругал. Что я всю подушку вымазала опять. Хотя стираю, конечно, стиральная машинка. Я не знаю, от чего он прицепился ко мне, в общем. Но зато это масло не оставляет пятен. И уже когда оно закончится, я уже расскажу, действительно ли оно такое же эффективное, как эти были ампулы от домашних рецептов. Я надеюсь, что эффект будет такой же. Вот. Ну и были небольшие покупки, уже такие, когда уже совсем-совсем нужные. Потому что закончилась та же самая, например, зубная паста. Хотела я взять зубную пасту брусничную, которую любит очень мой муж. Ну и я, в принципе, люблю. У нее такой приятный ягодный привкус. Ну, как обычно, жажда попробовать чего-то нового. Я решила в этот раз попробовать вот такую пасту. Это, опять же, от бабушки Агафьи. Органическая зубная паста. Витаминная для здоровья десен. На основе органических экстрактов черной смородины, зверобоя и витаминов. Паста неплохая. Мне она понравилась. Она не содержит таких ярд, ядерных, мятных привкусов, как и всякие блендометы, в которых содержится вредный фтор. У нее такой легкий аромат мяты с какими-то травой. Она идет против кровоточивости десен, развития парадонтоза, полирует эмаль зубов, возвращает блеск и естественность, естественную белизну. И что больше всего мне нравится, что здесь натуральные ингредиенты, компоненты, которые безвредны для зубов. И действительно, не содержит она вредного фтора. Ну вот, с удовольствием сейчас им пользуются. Пользуемся, как закончим, уже расскажу, как она мне в целом. Но пока, в общем-то, нравится. Их были два шампуня для моей семьи, так скажем. Вот этот я для дочки купила, потому что ее шаума для жирных волос в голубой упаковке закончилась. И я в этот раз решила ей купить вот такую вот шауму Fresh It Up, который показывали, кстати, многие девочки. Они многие хвалили его. Этот шампунь для волос жирных у корней и сухих на кончиках, как раз такие, какие нужно. Надеюсь, он не вызовет у нее перхоть, потому что шампуни, которые не подходят, они вызывают у нее перхоть. Она его еще не пробовала, я только вчера его купила. Приятный такой у него парфюмированный аромат. И он не только очищает хорошо, он содержит еще молочко какой-то пассифлоры, которое ухаживает за кончиками и очищает корни. И идеально ухоженное ощущение свежести. Ну, посмотрим, посмотрим. И я думаю, что попробую пару раз им сама помыть голову, чтобы рассказать вам, как он мне. Ну вот, интересно было попробовать. Не содержит силикон, что не может не радовать. Вот такой вот шампунь я ей купила. Ну и у мужа появилась перхоть. Нужно было мне против перхоти какой-нибудь шампунь. Долго-долго я выбирала. Остановился мой глаз вот на этом шампуне, вот золотого шелка, с комплексом интенсивного действия. Вот такой вот. Именно антиперхоть и именно мужская серия. Содержит активный компонент, уничтожающий грибок перхоти. Перхоть и надолго освещает кожу головы от повторного появления. Успокаивает, увлажняет кожу головы и корректирует салоотделение. Он ею мыл голову, шампунем мыл голову уже раза три. И перхоть у него исчезла. Что не может не радовать. Значит, действительно эффект от него есть. Поэтому я, в принципе, рада, что его взяла. Пахнет он приятно, в принципе. Такой мужской аромат у него довольно приятный. Вот. Ну, будем дальше им пользоваться. Изменил он своей бабушке Агафе, которую он постоянно мыл волосы. Вот. Теперь будет мыть этим шампунем. Ну, посмотрим, как он ему понравится или нет. Вот такие вот у меня были покупки за октябрь месяц. Спасибо всем большое за внимание. Желаю вам счастья, здоровья. Спасибо всем большое за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...